Более 200 детей и 370 взрослых прошли осмотр врачей в поселке Ома. На днях там завершил свою работу передвижной медицинский отряд «Красного чума». Несколько дней в местной амбулатории стояла непроходимая очередь, ведь в состав отряда входят врачи узких специальностей, педиатр и врач общей практики. «Красный чум» – уникальная возможность пройти медосмотр в одном месте, не выезжая в город. Шестой сезон профилактического осмотра населения было решено посвятить западным населенным пунктам округа. 24 ноября передвижной отряд врачей «Красного чума» приземлился в Оме. Это один из поселков, где базируются оленеводческие бригады, ведь первоочередная задача проекта – обследование и оказание первой медицинской помощи кочевому населению. В составе отряда – врач общей практики, педиатр и представители узких специализаций – хирург, невролог, окулист, лор, психиатр, нарколог, стоматолог, педиатр, эндокринолог, дерматолог и флюорография. Всего 18 человек. Оленеводы, чумработницы и члены их семей, они оказываются внизу на действие всех традиционных систем здравоохранения. И у них нет возможности получать первую медицинскую помощь, равноценную которой получают люди на земле в медицинских учреждениях. Лицо вверх планирует. Вот, молодец. Открой ротик. Вот, до 17. Вот, улица. Первые два рабочих дня посвятили осмотру детсадовцев и школьников. Врачи разместились прямо в учреждениях и на переменах осматривали детей. Специалисты не раз отмечали – сельские ребята развиваются по-другому. Образ и условия жизни немного суровее, чем у их городских сверстников. Большую часть времени они проводят на улице, что благотворно сказывается на здоровье. Только возможности регулярно наблюдаться у врачей они лишены. А значит, диагностика заболеваний и назначение лечения запаздывают. Впрочем, это же касается и взрослого населения. Даже выехав в город, не каждый успевает пройти обследование у нужных специалистов. И красный чум в этом плане уникален. Мы осмотрели детей, оставили свои рекомендации. Населению были мы доступны в плане… Все желающие, которые хотели прийти вне профосмотров, которые проводили детям в детском саду и в школе, они могли прийти и просто-напросто свои проблемы, состояние здоровья ребенка обсудить и получить какую-то информационную поддержку. Работать приходится по 9-10 часов в сутки. Спрос населения на медицинские услуги очень большой. Помимо диспансеризации, врачи выписывают справки на ношение оружия и управление транспортным средством. В смену принимает по 120-150 человек, при обычной нагрузке – в 20-25. Наплыв посетителей можно объяснить и отсутствием в местной амбулатории главного врача. С августа фельдшер, акушер и медсестры работают без него и выполняют большой объем работы. Наличие врача в сельской больнице, я считаю, это просто необходимо. Если был бы врач, который владел бы вопросами педиатрии, соответственно, вопросами терапевтическими, терапевтическими вопросами, подростковой медицины, наверное, это был бы оптимальный вариант. За первую неделю работы бригада врачей осмотрела около 170 детей и 370 взрослых, в том числе участников войны, инвалидов и пенсионеров. К ним врачи выезжали на дом. Из кочевого населения пройти диспансеризацию смогли только 17 человек. Из-за погодных условий к поселку не подошли две бригады. Они встретятся с Красным Чумом уже в Неси, где врачи продолжат свою работу до 5 декабря.